Вопрос о происхождении украинской нации – один из самых дискуссионных и противоречивых. Историки самостийной доказывают, что корни украинского этноса – самые древние в Европе, ученые других стран пытаются их опровергнуть. Сегодня в украинском сообществе все чаще и смелее высказываются гипотезы, согласно которым история украинского этноса должна вести свой отчет, едва ли не от первобытных племен. По крайней мере, на Украине всерьез рассматривают версию, согласно которой именно украинский этнос стал основой для появления великорусского и белорусского народов. Киевский журналист Олесь Бузина по поводу этой гипотезы иронизировал, то есть по логике ее последователей. Некий пятикантроп, выведясь из обезьяны в Африке, пришел на берега Днепра. И тут потихоньку переродился в украинца, от которого произошли русские, белорусы и прочие народы, вплоть до индусов. Украинские историки, пытающиеся в пику Москве удревнить свои корни, забывают, что на протяжении более чем тысячи лет земли от Дона до Карпат, подвергавшиеся нашествию сарматов, гуннов, готов, печенегов, половцев и татар, неоднократно меняли свой этнический облик. Так, опустошительное монгольское завоевание второй четверти XIII века заметно сократило число жителей Приднепровья. А большая часть людей Руси была перебита или уведена в плен, писал посетивший эти земли францисканец Джованни Дель Плану Карпини. На долгое время бывшие территории Киевского княжества погружаются в социальную и политическую смуту. До 1300 года они находятся в составе Улуса Нагая, с XIV столетия попадают под власть княжества Литовского, а через два столетия сюда приходит Речь Посполитая. Еще недавно крепкий элемент древнерусского этноса оказался основательно размыт. В середине XVII столетия вспыхнули казацкие восстания против польского владычества, которые были первыми попытками восстановления национальной идентичности. Их итог – Гетманщина, ставшая примером южно-русской автономии под казацким управлением. До середины XVII столетия термин «украинец» в качестве этнического обозначения не употреблялся. Это признают даже самые идейные историки незалежной. Зато в документах той поры встречаются другие слова – русские, русины, малоросы и даже россияне. А лидер казацкого восстания, Богдан Хмельницкий, ни разу не называл себя украинцем. Сам он называл себя русским, хотя и слово «Украина» в то время существовало, но смысл этого слова был совсем другим. В протестации 1622 года киевского митрополита Иова Борецкого есть такие строки. «Каждому всходнега благочестия народу российского, всем благочестивым церкви, восточное благопослушным великаменитого народу российского всякого, стану духовного и свитского, достоинства по божным людям». А в письме 1651 года Гетмана Богдана Хмельницкого, турецкому султану Мехмеду IV, говорится. «И вся Русь, которая здесь живет, которая с греками одной веры и от них свое начало имеет». А вот еще пример. Нежинский протопоп Симеон Адамович, в письме царю Алексею Михайловичу, более конкретен, цитирую, «И по тех моих трудях от милости вашей царской, отнюдь ехать и не хотелось есмь, видаючи непостоянство своей, братья и малороссийских жителей». Словосочетание «Малая Русь», как название поднепровских земель, впервые зафиксировано в 1347 году, в послании византийского императора Иоанна Контакузина. А с термином «Украина» мы впервые сталкиваемся в 1187 году, в связи со смертью Переяславского князя, который защищал южные границы Руси от половцев. И в 1213 году. Это дата летописного сообщения о возвращении князем Даниилом Галицким с пограничных с Польшей, русских городов. Там в частности сказано, Даниил ехо с братом и прия Берестей, и Угровеск, и Столпье, Комов и всю Украину. Следующее упоминание слова «Украина» зафиксировано в 1271 году в псковских летописях. В них говорится о селах пограничной с Ливонским орденом Псковской Украины. А в русско-литовских договорах упоминаются украинные места. Однако в летописном контексте, собственно, как и в контексте той эпохи, украинами именовали различные порубежные окраинные земли в Руси. И если мы взглянем на документы соседней Польши или Литвы, у них мы видим то же самое. Слово «Украина» в словарях того времени определялись как области у края государства. И с развитием интернета, все эти документы может проверить каждый, так как они находятся в открытом доступе. Впрочем, в сознании казачьих элит, единый этнос, проживающий на территории Малороссии, стал обособляться и противопоставляться соседям уже во второй половине 17 века. Любопытно, что поэт Тарас Шевченко ни в одном из своих произведений не употреблял этноним украинец. А в историческом музее самого Тараса Шевченко можно увидеть его паспорт, где он записан как православный малороссиянин. Вот еще интересный факт. Писатель Иван Франко в своем дневнике записал «Меня сегодня кровно оскорбили. Меня обозвали украинцем, хотя все знают, что я – русин». О вызданной в Берлине в 1925 году брошюре «Украинское движение. Русский эмигрант» и публицист Андрей Староженко писал. Наблюдения над смешением РАС показывают, что в последующих поколениях, когда скрещивание происходит уже в пределах одного народа, тем не менее, могут рождаться особи, воспроизводящие в чистом виде, предка чужой крови. Знакомясь с деятелями украинского движения, начиная с 1875 года, не по книгам, а в живых образах, мы вынесли впечатление, что украинцы – это именно особи, уклонившиеся от общерусского типа, в сторону воспроизведения предков чужой тюркской крови. А ведь один из самых популярных образов украинского фольклора – казак-лыцарь-мамай. Наглядное подтверждение подобного предположения. Откуда у персонажа народных картинок чисто татарское прозвище? Не является ли он олицетворением Беклербека Мамая, чьи потомки почувствовали в формировании казачества на Украине? А слово «казак» имел в древнетюркском языке значение особого взятого обязательства. Это были военно обязанные люди, взявшие на себя обязательства защищать границы государства. В тюркских языках есть распространенная поговорка. Цитирую. «Кто крайний, тот обязан, тот казак». Также известный факт, что на территории современной Украины жили тюркские народы, хазары и печенеги. Слово «майдан» тоже тюркское, например, в Казахстане это слово очень популярно. А в современном украинском языке около 4000 тюркских слов. На мысль о тюркских корнях нынешней украинской нации наталкивают и результаты археологических раскопок на месте сражения при Берестечко 1651 года. Оказывается, запорожские казаки не носили нательных крестов. А вот еще пример, что украинцы и тюрки имеют много общего. Взгляните на знаменитый украинский танец Гопак. А теперь сравните его с уйгурским танцем под названием «Чексис Сама Усули». А вот так уйгуры танцуют этот же танец на выступлении в Китае. Я думаю вы заметили, что танцы очень сильно похожи, и похожи даже одежда, в которой они танцуют. Ну а что же говорят генетики? Нельзя не обратить внимание на этническую пестроту населения современной Украины. Этнографы утверждают, что печенеги, половцы и татары сыграли в формировании внешности украинцев не меньшую роль, чем русские, поляки или евреи. Генетика в целом подтверждает такие предположения. Подобные исследования провела лаборатория популяционной генетики РАМ, используя генетические маркеры Y-хромосомы, передающиеся по мужской линии, и митохондриальной ДНК, по родословной женской линии. Результаты исследования, с одной стороны, выявили значительное генетическое сходство украинцев с белорусами, поляками и русскими, ну а с другой стороны, показали заметное различие между тремя внутриукраинскими кластерами, западными украинцами, центральными и восточными украинцами. Кстати, знаменитые украинские шаровары оказывается тоже не украинские. Это штаны тюркских народов. Вот примеры. Афганские воины-пуштуны их носили задолго до появления украинцев. И точно такие же шаровары носят и турки, и уйгуры. Что же касается автохтонных обитателей территории Украины, то генетика здесь бессильна. Генотипы современных украинцев ничего не могут нам сказать о древней истории населения Украины, признает американский генетик Питер Форстер. А что вы думаете по этому поводу? Почему украинцы так сильно схожи с тюркскими народами? Пишите в комментариях. Всем пока.